МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В один из этих трех чемоданов заложена капсула с имитацией запаха взрывчатых веществ. А это лабрадор-ретривер Арчи, служебный пес, обученный для поиска взрывоопасных предметов. Командук действует своего кинолога, он ждет с нетерпением. Сходу выбрав чемодан с закладкой, Арчи все же обнюхивает остальные кейсы, но, убедившись в отсутствии в них искомых веществ, садится у выбранного им изначально и ждет награды. И это не косточка или колбаска, не сухарик и не сахар, а любимая игрушка, которую можно пожевать, погрызть и побороться за нее с человеком. Такой способ тренировки служебных собак называется игровым. Овчарка Альфа же специализируется на поиске наркотиков. По наркотикам, если подсказать наркотический средств, то более 40 преступлений раскрыто. И изъято у нас более 6 килограмм различного наркотического средства. Либо это на улице, на человеке, человека проверяют, либо уже в помещении, либо в здании. На поиск наркотиков и других запрещенных веществ надрессировано примерно треть из 27 питомцев кинологического центра департамента полиции Кусанайской области. Другие служебные собаки применяются как следопыты или даже как детекторы. Последние показывают принадлежит ли запаховый след, оставленный на месте преступления человеку, который задержан по подозрению о его совершении. Ежедневно у нас проводятся тренировки, дрессировки собак. Тренировки не только у нас здесь, в центре находятся, также выезжаем и в город, и по следовой линии, чтобы приучить собаку к разным раздражителям. Кроме этого, ежедневно кинологи со своими питомцами 5, 10, а то и более раз выезжают по вызовам о совершении правонарушений. Благодаря этому, в общем, с начала года с помощью собак полицейским удалось раскрыть почти 250 преступлений. Сотрудники отмечают, что в основном это грабежи и кражи. Например, в одном из поселков собака взяла след человека, который украл у односельчан алюминиевые кастрюли и велосипед. Из Атаболовки была угнана машина, то есть кинолог, прибыв в составе группы, машину данную уже обнаружили в дачном участке. Брошенная после применения собаки, то есть собака проработала до дачного домика, где находился в алкогольном пене и подозреваемый. В том случае пёс держал след на расстоянии более километра. Сами кинологи отмечают, что собака иной раз и залезет туда, и пролезет там, куда человеку не попасть. Алексей Курявцев, Виталий Луговской, РТН. Заниматься спортом можно будет при организациях и предприятиях. Об этом рассказали представители управления физической культурой и спорта области. До конца года в городе откроется десяток коллективов физической культуры. Помимо этого будут построены 20 спортивных площадок, а в дворах установят 34 уличных тренажера. Всё это необходимо для развития массового спорта. Что ещё запланировано на этот и ближайшие годы, узнавали наши корреспонденты. К массовому спорту в области привлекают всё больше детей. С 2017 года количество юных спортсменов увеличилось почти в два раза. Сегодня число ребят, посещающих клубы физической подготовки, превысило 6 тысяч. Развитие спорта в области во многом зависит от конкретных шагов. Например, решение вопроса о помещении для Кустанайской школы бокса. Мы сейчас ищем здание, которое хотим приобрести. Будем смотреть, как бы мы будем его приобретать. Или механизмом частного, может быть, партнёрства, или кто-то выступит. Хотим для бокса сделать именно школу бокса отдельно. На этот год Акиматам семи районов поручено открыть секции по зимним видам спорта. А в Денисовском и Ужинкольском – по национальным видам. Что касается не столь массового задействовано скалолазания, то и здесь обещают изменения. Пока мы договорились о строительстве, если получится, одной скалолазной скалодрома одного в городе Рудно. И если у нас всё получится, как мы запланировали, то я думаю, что если не в этом, то в следующем году точно он будет. Спортом хотят охватить и взрослых. Сделают это с привязкой к рабочему месту. Речь идёт о коллективах физической культуры. В этом году мы сделали большого пола на создание КФК в городе, по сравнению на предприятиях и организациях больших коллективов физической культуры. Этот вопрос у нас к этому году приоритет. И мы до конца года хотим открыть порядка 10-15 коллективов физической культуры и возродить ставят. В этом году в городе построят 20 спортивных площадок, а до конца 2020 года установят 34 уличных тренажёра во дворах, построят 4 хоккейных корта и 16 мини-футбольных полей. А область ждут 7 спортивных комплексов. На 2019 год запланировано завершение строительства комплекса в городе Житогора, Житогоринского района. В 2020 году планируется строительство в посёлке Корабыловского района и в селе Узункольского района. В 2021 году в селе Манкарагаево-Ликольского района и в селе Тургай Жангридийского района. В 2022 году в городах Рудный и Кустанай. Среди людей с ограниченными возможностями тоже немало любителей и профессионалов в спорте. На них в Управлении физической культуры есть отдельный план. С введением нового рядового дворца у нас в городе стоит, вы знаете, старый рядовый дворец. И вообще в планах, чтобы разместить именно всех наших людей с ограниченными возможностями, некоторые виды спорта именно в этом дворце, переориентировать его. По итогам прошлого года спортом смогли охватить 274 тысячи всех жителей области. Увеличивать эту цифру управление намерено и в этом году. Ханза Нурпийсов, Наталья Басмурзина, РТН. Накануне Дня Победы в специальной рубрике мы рассказываем о людях войны, о воевавших на фронтах ветеранах и тех, кто проявлял героизм в тылу. Герой нашей рубрики сегодня – отважный участник Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Котелевский. Он добровольцем ушел на войну, пройдя ее от начала и до победы. Участвовал в боях за Москву, Белоруссию и Латвию. Получил ранение и контузию. Несмотря на это, он гордо, называя себя сталинцем, продолжал бить фальшистов. А душу солдата согревала лишь одна песня, напоминавшая о любимом человеке. Воспоминания ветерана в нашем репортаже. День победы! День победы! День победы! Напевая песню «Темная ночь», фронтовик Иван Григорьевич Котелевский вспоминает, как сидел в окопах. Сдержать слезы в такой момент невозможно. «Темная ночь. Как любимая, знаю, ты ждешь. Ты у детской кроватки только слезу утираешь». Вспоминает Иван Григорьевич и свою первую любовь из деревни в Алтайском крае, откуда он родом. На войне солдата поддерживали письма Анны, которая однажды получила известие о его смерти. «И она выходит замуж. Ей было тяжело, ну как девушка. А тяжело как питание. Когда с войны пришел, ее встретила, у нее же ребенок. Она плакала, просила прощения». Ивану Григорьевичу скоро 95 лет, а он помнит каждый прожитый день на войне. Не забудет и день, когда объявили о нападении Германии на Советский Союз. «Выпустной вечер был. Я на гитару играл и мандолина. Гуляем, смотрим, мщица на коньях подъезжает, подъезжает. А мы играем, танцуем. Он кричит. Германия напала на нас, когда сказал «Война!». И представьте сразу, как тараба рубила». Иван Григорьевич сразу же после выпускного вместе с еще 60 выпускниками школы ушел на фронт добровольцем. Учебу проходили в Новосибирском пулеметном училище, затем в Барнаульском военно-пехотном. Занятия проходили в лесу, а закаляли новобранцев купанием в Холодном озере. По приказу Сталина курсантов направили на защиту Москвы, добирались до города в товарном поезде. Первый бой прошел в Истре под Москвой. Там он впервые увидел немецких солдат. В дудку играет, и тварь идёт, пьяный пулемёт, у всех автоматов всё. А у него граната, лимонка. Я беру гранату, бросил. Немцы были уничтожены. Но вот награду за тот бой получил другой солдат, сказавший командованию, что это он забросил гранату. Иван Григорьевич с негодованием говорит, что самозванцев среди своих тоже хватало. В марте 1943 года в бою под Всковом получил ранение. Продолжил войну в Белоруссии и Латвии. После войны приехал к родственникам в Усть-Каменогорск, где познакомился с будущей супругой. Вместе переехали в Кустанай, где до самой пенсии он работал строителем. День победы фронтовик ждёт с нетерпением, чтобы встретиться с ветеранами. Только разделить с ними фронтовые 100 грамм не может. Признаётся, что не пил. Разве что в 42-м попробовал сигарету. Диар Ахмечин, Болслу Аликенова, РТН. Кустанайцев приглашают провести праздник День единства народа Казахстана в сити-центре. Там разместят большой этногородок, где зрителям представят выставку баурсаков, кукол и порадуют праздничные программы. День единства народа Казахстана будут отмечать в 23-й раз. Ежегодно в этот день по всей республике этнокультурные объединения проводят мероприятия, направленные на сохранение традиций и обычаев этносов, проживающих в нашей стране. В этом году мы подготовили большую выставку баурсаков. Будет 20 видов баурсаков. Также мы подготовили выставку кисломолочных продуктов. И будет выставка кукол в национальном стиле. Будет много интересного. Конечно же, концертная программа с 10 до 11. Можно прийти, посмотреть, поучаствовать, попробовать. Вот такими были события этого дня. Спасибо, что были с нами. До свидания.